В чем мы вообще задумали этот круглый стол, когда с коллегами обсуждали с программным комитетом разные темы, вопросы? Вы, наверное, тоже следите за тем, как развиваются рынки, следите за тем, как отдельно встает на ноги рынок киишный, то есть защита критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Естественным образом там появляются истории, связанные с защитой разнообразных распределенных систем. То есть если именно с промышленными системами, такими классическими, заводы, фабрики, там более-менее все понятно, большое дорогое оборудование, и классические средства защиты информации во многом там тоже применимы, есть, конечно, специфика, но там понятно, куда дальше копать, и мы, как производители, разработчики соответствующей средства защиты, естественно, туда копаем. А вот если брать именно интернет вещей, индустриальный интернет вещей с его спецификой, с большим количеством конечных устройств, вот мы тут говорим о миллионах потребителей электронной подписи на всю страну, а там одна система может содержать десятки миллионов конечных устройств, таких систем на всю страну сотни. То есть совершенно другая история, совершенно другие масштабы объема. И, естественно, когда возникает задача, связанная с защитой информации в подобных системах, такие задачи возникают. Опять-таки, такой яркий пример последних пары лет – это попытки решить задачи, связанные с защитой так называемой интеллектуальной системы учета электроэнергии. Есть соответствующие постановления правительства, требующие применения, в том числе криптографических средств защиты для защиты данных, которые собираются со счетчиков, со всех наших квартир, промышленных предприятий, юридических лиц, и потом обрабатываются соответствующими системами. Мы получаем счета на оплату электроэнергии. Сейчас вся эта история точно так же подвергается активной цифровизации, внедряются интеллектуальные системы учета, которые умеют гораздо больше, которые защищают от разнообразных подделок и угроз того рынка электроэнергетического. И вот, собственно, появилось требование по криптографической защите. Естественно, первое желание, которое возникает, при этом, это раз большая система, десятки миллионов устройств, вроде бы PKI сюда должен подойти. То есть не связанная история, когда мы заранее не понимаем, сколько устройств в системе, как они там друг с другом взаимодействуют. Давайте на каждое устройство положим по сертификату и пусть эти устройства, в соответствии с использованием механизмов асимметричной криптографии, данные подписывают, а может быть и шифруют, но как минимум обеспечивают целостность. Но дальше, когда мы подходим уже мы, как разработчики потенциальных таких средств защиты к реализации, выясняем, что все совсем непросто. Вот просто взять классическую PKI, нам всем понятную и нами любимую, упихать вот в эти все счетчики и разнообразные там устройства сбора, передачи данных. Ну вот, собственно, нам показалось, что тема применения, перспектив применения PKI в интернете вещей, ну вот я привел только один пример в области электроэнергетики, таких примеров много. Такая тема будет вам интересна, потому что нас там потихонечку выталкивают и вас выталкивают из рынка классического PKI, электронной подписи, и все вы ищете для себя какие-то новые ниши рыночные. Ну вот кажется, что интернет вещей, может быть, индустриальный интернет вещей может такой рыночной нишей для вас новой стать. Вот, соответственно, на этом круглом столе давайте попробуем обсудить, собственно, какие же есть перспективы применения технологии PKI в решении задач защиты информации в интернете вещей, какая практика на данный момент уже существует, с какими проблемами мы уже столкнулись, ну и, собственно, наверное, мы услышим также о предложениях по решению этих проблем. Собственно, круглый стол у нас по формату ведения не будет сильно отличаться от предыдущего круглого стола. Сначала у нас будет несколько докладов от наших экспертов, которые постараются для вас эту тему раскрыть с разных точек зрения. У наших экспертов немножко разная специфика. Ну и потом мы перейдем к обсуждению вопросов. Добрый день, коллеги. Мы поговорим о тех решениях, которые на сегодняшний момент стандартизованы в Российской Федерации, насколько это все можно применять в специфике интернета вещей, индустриального интернета вещей. Нужно сказать несколько слов про специфику этого взаимодействия, этих устройств. О том, что под интернетом вещей можно понимать очень многое, я сразу оговорюсь, что те устройства, которые достаточно мощные, уровня смартфонов и которые работают в привычных нам стеке протоколов, наверное, наименее интересно рассматривать, потому что можно применять существующие решения, подходы, и это все будет работать. То есть, конечно же, мы сконцентрируемся больше на проблемных устройствах, то есть, которые ограничены в ресурсах, и каналы, которые не являются каналами интернета, привычных для нас понимания. Именно поэтому, говоря об интернете вещей, ну, во-первых, я буду понимать именно такие устройства, и в плане взаимодействия иметь в виду также любое межмашинное взаимодействие, то есть, чтобы не было иллюзий, что это интернет в привычном понимании. Здесь на слайде отражены те задачи, которые вендоры устройств интернета вещей решают в своих устройствах. Это не российская аналитика. Мы видим, что, конечно, есть задачи, которые специфичны для устройств интернета вещей, доверена загрузка, но, в принципе, все те же сценарии, которые мы знаем по классической криптографии, даже конфициальность, они также востребованы. Ну, естественно, конфициальность, обеспечен целостность, аутентичность. В плане протоколов, что важно, протоколы здесь действительно отличаются, то есть, огромное количество протоколов беспроводных, в том числе протоколы LPWAN, в том числе сотовые сети, и они продолжают развиваться и увеличивать долю рынка. Если мы говорим про протоколы LPWAN, протоколы с низким энергопотреблением и большим радиусом действия, то есть, есть картинка по долям рынка в целом в мире, да, то есть, мы видим, что занимает NBIO, LORA. Здесь важно, что было показать на этом слайде, что протоколов достаточно много. Это разные технологии, как по физике, так и на канальном уровне, а как такового транспорта у них нет, то есть, выше будет уже прикладной уровень. И есть ряд российских разработок, и они тоже все различны. Ну, здесь приведены как раз некоторые протоколы, которые именно в России разрабатываются. Ну, LORA — это протокол международный, тем не менее, у него есть уже российские предварительные национальные стандарты с учетом некоторой специфики. Здесь важно, что для всех этих протоколов при разной физике характерны достаточно низкие скорости передачи, и, самое главное, они предназначены для устройств с низким энергопотреблением, то есть, в первую очередь, для устройств, которые работают от батарейок. И считается, что они должны работать долго, весь срок службы, 10 лет. Какие особенности? Ну, из всего этого можно и некоторые другие, да, отметить. Это большое разнообразие протоколов, это небольшой объем передаваемых данных. Так, большая часть этих протоколов, они вообще не относятся к стеку TCP IP. Распространены многоадресные сообщения, часть протоколов чувствительных к задержкам, и при этом сохраняются традиционные требования к конверсциальности и целостности аутентификации. Здесь на двух моментах я бы хотела остановиться чуть подробнее. Первое — это как раз стек протоколов. То есть, как только появляются протоколы, которые не основаны на IP, мы не можем говорить о попытках защиты с помощью ТЛС или каких-то его модификациях, типа ДТЛС. То есть, все, это сразу неприменимо. Я уже сказала, что каналы разные. Для них характерна низкая пропускная способность. Они могут быть ненадежные, то есть особо интерактивное взаимодействие там не будешь использовать. И малоресурсные устройства нас интересуют. Те же счетчики, датчики и так далее, у которых, в принципе, мало памяти, мало процессорных мощностей и, самое главное, зачастую требуется низкое энергопотребление. Требования к криптографическим алгоритмам и протоколам, какие мы можем сформулировать на основании сказанного. То есть, криптографические алгоритмы, я хотел бы, чтобы были быстрые, чтобы они требовали низкое энергопотребление, какой-то минимальный набор алгоритмов, чтобы был как минимальный объем кода, который это реализует. Количество добавляемых байтов тоже должно быть минимальным с учетом пропускной способности каналов. И протоколы защиты данных должны быть независимы от протоколов транспортного канального и, на самом деле, прикладного уровня. И вот на этом тезисе я бы хотела остановиться чуть-чуть подробнее. Дело в том, что в мире в целом сейчас сложилась такая ситуация, когда большое разнообразие промышленных протоколов, ну вот, например, протоколов электроэнергетики, они разрабатывались давно, они давно внедрены. Тогда еще никто не думал про криптографическую защиту. Сейчас этот вопрос встал. И получается, что каждый протокол независимо дорабатывается, туда внедряется криптографическая защита. Это само по себе не очень удобно, потому что мы должны каждый протокол проанализировать уже с точки зрения криптоанализа. Но здесь есть еще большая проблема применительной именно к России. Дело в том, что эта тенденция, к сожалению, проникает в Россию сейчас тоже. В защиту различных прикладных протоколов по отдельности, независимо. В чем здесь проблема? Проблема при сертификации этих устройств. То есть это либо производителям СКЗИ нужно под каждый прикладной протокол разрабатывать свое СКЗИ, значит, его сертифицировать. Ну, это проблема производителей СКЗИ. Либо, может быть, даже еще худший сценарий, особенно с учетом того, что криптография интегрируется в прикладной протокол, она становится очень тесно с ним связана, в некотором смысле неочуждаема, то есть нельзя провести границу. А это значит, что просто производители всех промышленных устройств должны стать производителем СКЗИ и сертифицировать свои средства промышленные уже как СКЗИ. Это вот огромная проблема, поэтому мне кажется, что лучше иметь небольшое количество универсальных кирпичиков, которые можно использовать уже в любых технологиях различных. Поговорим, зачем же облегченные PKI для такого взаимодействия. Ну, что характерно для интернета вещей? Это большое количество участников, которые заранее могут быть неизвестны, то есть они подключаются в систему, и их взаимодействия тоже различны. Постоянно меняется топология сети, кто с кем взаимодействует. С одной стороны, вот это интернет вещей. С другой стороны, здесь можно рассмотреть мобильную автоматизированную систему управления и межмашинное взаимодействие, когда просто устройство перемещается между инфраструктурой. Конечно же, для решения всех этих проблем вроде бы принципы PKI подходят. Естественно, у них следующее преимущество – это простая инсталляция системы в целом, легко аутентифицировать устройства, пользователей, процессы, и легко масштабировать, хорошая масштабируемость. Но если посмотреть на то, что у нас есть сейчас, ну, по крайней мере, с точки зрения стандартов Российской Федерации, что у нас есть? У нас есть стандартный сертификат X509. Они очень тяжеловесные, они много занимают и по объему данных, и довольно трудно их разбирать. У нас есть, ну, как я уже сказала, да, то есть TLS мы не всегда можем применять, поэтому что у нас остается? CMS. Там тоже огромное количество добавляемых байтов. Кроме того, эти алгоритмы, они требуют, то есть они в целом, да, на асимметричной криптографии, но внутри там на самом деле используется большое количество алгоритмов других примитивов, криптографических, которые необходимы для функционирования. Соответственно, для всего этого требуется большой объем и кода, и азу, в котором это все будет выполняться. Кроме того, отдельно большая проблема – это, в принципе, обеспечение инфраструктуры, то есть как мы распространяем сертификаты, как мы распространяем информацию об отзыве, как мы строим цепочки, и сам объем ЦРЛ, если вот мы говорим про существующую инфраструктуру, он огромный. То есть получается, что все это плохо подходит для малоресурсных устройств и каналов с низкой пропускной способностью. Тем не менее, в России есть некие где-то попытки, где-то стандартизации более упрощенных подходов. Давайте их рассмотрим. Ну, первое, что приходит в голову, это CV-сертификаты, то есть это сертификаты, которые были специально разработаны для карт. Изначально вот они там упоминаются в стандарте 78-16, ну, и развиваются уже в рамках стандартизации ТК-26, ну, и в тех документах, которые в том числе основаны на Западе, на 78-16. То есть там используется более простая кодировка, ну, и некоторые фоля у нас фиксированы. То есть, ну, для чего это, в первую очередь, используется? Это идентификация граждан. Ну, есть ряд стандартов, как бы, на этом основанных, которые в том числе упоминаются вот в ТК-26 как основа для разрабатываемых метод рекомендаций. Какие у них преимущества? У них размер существенно меньше, чем X-509, их разбирать проще. И в ТК-26 ведется деятельность по их стандартизации. Правда, ведется она с 2016 года. Однако что стандартизируется? Во-первых, сам формат сертификата, ну, надо сказать, что он тоже заточен, в принципе, под свою цель, это идентификация граждан. Там, допустим, есть полномочия по доступу, и они специфичны для конкретного применения. Но важно, что какой прикладной сценарий, да, и какие еще протоколы взаимодействия в паре с ним стандартизируются. А стандартизируется как раз алгоритм взаимной аутентификации микросхем с терминалами. Но это не то, что нам нужно в общем случае в интернете вещей. Ну, из таких приятных тоже бонусов, что, ну, по крайней мере, раньше, а может быть где-то и сейчас этот формат поддерживался у производителей ССП отечественных. Ну, есть открытая реализация. Ну, какие недостатки? Основное, я уже сказала, что сценарии использования не соответствуют тех потребностям интернета вещей, которые есть. Нет протоколов защищенного взаимодействия двух независимых устройств. Да, есть карты и терминал. И, соответственно, если мы попытаемся даже построить какое-то решение, которое использует в себе сертификаты, то, ну, априори, оно будет проприетарным, само взаимодействие, это уже нехорошо. Ну, и даже то, что есть, стандартизация ведется долго, как я уже сказала, с 2016 года и до сих пор не завершена. Ну, и инфраструктуры, конечно, для поддержки этих сертификатов сейчас в России нет. То есть есть единственный удостоверяющий центр, и это просто связано с паспортами. Есть еще более компактный формат, это платежная система. Это тоже стандартизовано уже в Российской Федерации. То есть здесь, как бы вообще, сертификат максимально компактный, просто за счет того, что он абсолютно негибкий и заточен конкретно под цели, такие, которые заложены. Вот он разрабатывался изначально EMV. Ну, вот у нас есть тоже две рекомендации по стандартизации, то есть документы национальной системы стандартизации. Есть формат сертификата и есть процедура оффлайновой адвентикации в платежном приложении. Ну, то же самое, как и в случае с EV сертификатами. Мы понимаем, что форматы и процедуры, они заточены под конкретную задачу, и не получается их использовать, нет возможности в общем случае для интернета вещей. То же самое, и нет протоколов защищенного взаимодействия. Соответственно, если мы пытаемся что-то такое использовать, это будет проприетарное решение. Такие выводы можно сделать. Что в плане PKI именно сейчас в рамках национальной системы стандартизации у нас нет решений, которые бы подходили для большого количества сценариев и ситуаций. То, что есть, оно как бы нам не подходит. Ну, самое главное, нет протоколов именно защищенного взаимодействия. То есть если в плане форматов сертификатов, ну, что-то вроде бы есть, не факт, что нам подходит, да, то проблема именно взаимодействия и, конечно же, в обеспечении самой инфраструктуры. Как я уже упоминала. Ну, вот вопросы, которые, наверное, можно было бы пообсуждать. Это есть ли вообще границы применения PKI в интернете вещей. То есть, грубо говоря, как мы думаем, он применим вообще везде или все-таки есть области интернет вещей, где он никогда не сможет быть применим. Ну, соответственно, нужны ли нам новые форматы принципа взаимодействия, а может быть вообще без каких-то, без новой криптографии мы ничего не сможем сделать. Спасибо. Ну что ж, продолжим серию наших докладов. Добрый день, коллеги. Спасибо, Ольге, за такой хороший доклад общий, да, про PKI и вообще проблематику PKI в мире интернета вещей. Многие слова, которые мне тоже хотелось сказать. Ольга тему немножко раскрыла, мне будет чуточку проще, за что спасибо. Мой доклад немножко будет такой, больше идти. Ольга заходила со стороны теории общих каких-то подходов. У меня будет больше про то, какие подходы и решения мы выработали, с кем встретились, что нам пришло в голову, исходя из практики, с которой мы сталкивались. Вот все многообразие мира интернета вещей. Вот тут я в общем виде в двух картинках на данном слайде отображено. Хочу, значит, немножко сначала рассказать, ограничить, о чем я буду именно говорить. Значит, вот у нас есть такой верхнеуровневый подход к архитектуре всего, что есть, всего, что касается интернета вещей. Он состоит из четырех таких вот квадратиков. Это устройства, вот те самые датчики или исполнительные устройства, низкоресурсные, которые должны со всей этой криптографией как-то работать. Есть квадратик с подключениями. Это все, что касается вот этих вот беспроводных сетей, многообразия стандартов, которые тоже надо как-то защищать, иногда нужно защищать с помощью отечественной криптографии и так далее. И еще два квадратика, которые касаются, собственно, центра обработки данных и какой-то аналитики по этим данным, которая, собственно, может, иногда требуется ее вырабатывать по множеству подключенных устройств. Что касается вот двух правых квадратиков про данные и аналитику, здесь все понятно, это цоды, это серверы, это привычные нам всем системы, где мы можем применять все, что умеем, все, что знаем, все эти средства, которые у нас есть для обычных систем, они здесь применимы. То есть здесь проблем с применением криптографии как таковой, PKI как такового нет. Второй квадратик нам выглядит наиболее проблемный, связанный с подключениями. Почему? Потому что, опять же, многообразие стандартов, требования совершенно особые по энергопотреблению и так далее. То есть здесь еще очень много открытых вопросов и по применению PKI и отечественной криптографии в том числе. Мой же доклад будет посвящен конкретно первому квадратику, который обозначен здесь как устройство, а это именно те датчики, которые какую-то информацию собирают, передают. И, опять же, сценариев применения может быть очень много. Ограничусь в своем докладе, выступлении, чтобы рассказать из практики. Только вот таким вот сценарием, который я условно назвал сценарием получения телеметрии. Чем он характеризуется? У нас здесь есть всегда односторонняя передача данных. То есть здесь нет у нас так называемых класса исполненных устройств, на которые передается команда. У нас есть только датчики, которые информацию собирают и передают. Канал связи односторонний. Требуется в данном канале обеспечить так называемую некорректируемость, ну целостность передаваемых данных. Есть еще такой термин некорректируемость, который не так давно появился. Ну и в некоторых сценариях, для некоторых случаев также требуется обеспечить конфиденциально этих данных, но не всегда. Вот такими датчиками могут выступать классические датчики, освещенность, температура и так далее. Это может быть какое-то бортовое устройство на транспорте, это может быть тот самый пример Дмитрия со счетчиком, электричество, газ, вода, который должен эти показания собирать, передавать для обработки. Какие проблемы для реализации данного сценария, для применения именно криптографии и PKI существуют, какие мы видим? Ряд проблем обеспечен, обусловлен жизненным циклом датчика. Мы понимаем, что чаще всего производство таких устройств, схемотехника, кристаллы, это именно зарубежное производство, и сборка чаще всего там происходит. Потому что в массовых именно историях. Почему? Потому что там это дешевле, там это развито. Естественно, чтобы история была массовой, мы хотим тоже, чтобы эти датчики были дешевыми, и производство оставалось там. Ограничены возможности технического обслуживания. Почему? Потому что мы хотим поставить этот счетчик один раз, и чтобы он 15 лет работал без необходимости что-либо с ним делать. Или это бортовое устройство на автомобиле. Как с завода оно вышло, пригнать и что-то с ним сделать в рамках технического обслуживания, поменять ключи, это дорого, сложно, и сложно мотивировать, заставить человека это сделать. Поэтому оно должно отработать весь срок службы без обслуживания. Естественно, этот срок службы многократно больше стандартного привычного срока жизни криптографического ключа, который мы на производстве могли в это устройство заложить, в этот датчик. Ну и поскольку у нас канал связи дистанционный, канал связи может быть вообще односторонний, нет возможности, соответственно, как-то по каналу связи обновить ключи, либо канал связи у нас не имеет полноценной защиты с точки зрения конфиденциальности, соответственно, ключи тоже по нему из центра обработки на датчик загрузить у нас нет возможности. Еще ряд проблем, другой класс проблемы обусловлен, собственно, самими ограниченными возможностями этого датчика. Он низкоресурсный, да, не все на нем можно посчитать, не все можно посчитать быстро. При этом, если датчик собирает большой объем информации, скорости, допустим, реализации асимметричного криптографического алгоритма может не хватить для того, чтобы всю эту информацию подписывать и отправлять в центр. Просто устройство будет не справляться. Про надежный источник случайности уже говорили на предыдущей секции. В двух словах там, да, если у нас в схеме электронной подписи и хотя бы одно случайное число, используемое для подписи, стало известно злоумышленнику, то ключ скопрометируем. Все. И в совокупности этот ряд проблем делает невозможным, может сделать невозможным применение классического PKI. Какие, собственно, сталкиваясь с этими проблемами, на практике мы придумали, разработали, частично внедрили ряд решений, о которых хочу рассказать. Первое решение, которое условно можно назвать распределенной схемой распределенного формирования подписи, годится в каких сценариях? Когда нам, например, требуется необходимо обеспечить только целостность, некорректируемость информации, собираемой из таких датчиков. По каким-то причинам, низкоресурсным или большой объем информации, на датчике мы можем реализовать только симметричную криптографическую, симметричную алгоритм, симметричную схему. И помимо этой симметрии у нас есть еще необходимость, чтобы выгрузка данных, получаемых с таких устройств, имела юридическую значимость. То есть необходимо в итоге, значит, на устройстве симметричной криптографии, а на выходе должна быть обычно проверяемая всеми асимметричная подпись. Предлагается такой подход, когда, собственно, на бортовое устройство помещается симметричный ключ, ключ аутентификации мы его называем, соответственно, на передаваемые данные накладывается, вырабатывается код аутентификации, и в центре отработки единый программно-аппаратный комплекс, снабженный специализированным криптографическим модулем HSM, который хранит эти ключи, соответственно, следно осуществляет две операции, связанные с проверкой полученного кода аутентификации от конкретного устройства и наложение подписи на эти данные ключом подписи, который хранится в HSM, и который однозначно соответствует этому устройству, с которого, собственно говоря, данные получены. Ну и в результате в итоге выгружается для обработки либо для хранения данные уже с обычной асимметричной классической PKI-ной подписью, которую можно анализировать, можно передавать в суд, что-то с помощью них доказывать и так далее. Это одно из возможных решений, распределенных формирований подписью. Еще один интересный подход. Схема управления симметричными ключами. Она применима для тех случаев, когда она, скажем так, дополняет предыдущую схему гибридного симметрично-асимметричного подписания. Какие дополнительные возможности она дает? Значит, эта схема, аббревиатура у нее такая, DUKPAT, это схема из стандарта ANZI X924 финансовой сферы, расшифровывается как Derive Unique Key Per Transaction. То есть прям название порождения уникального ключа для каждой транзакции. Чем эта схема характеризуется? На каждое устройство вырабатывается свой уникальный ключ-устройство по мастер-ключу и идентификатору данного устройства. Начальный ключ устройства мы как бы на производстве или при индивидуализации датчика мы туда заносим. Дальше уже сам датчик, само устройство вырабатывает последовательно ключи изначального, и на каждую транзакцию порождается уникальный ключ, который вырабатывает с текущего состояния, который потом обновляется, перетирается, перезаписывается. Что это дает? Какие возможности? Во-первых, уменьшается нагрузка на ключ. То есть каждый ключ работает только на одну транзакцию, что позволяет продлевать срок жизни этого устройства, ключа и так далее. Вот такая вот интересная схема смены дает нам возможность защититься от компрометации в том смысле, что если нарушителю становится известен один ключ передачи, то только он, больше ничего. То есть никаких других атак на эту схему нарушитель больше сделать не может. Ну и если компрометируется устройство вдруг, хотя это, конечно, нештатная ситуация, наверное, надо думать так, что они всегда становятся известны в центре обработки, и данное устройство как-то блокируется. Но тем не менее, если компрометируется все устройство, то предыдущие ключи тоже остаются неизвестны нарушителю. Это тоже важное свойство. И третье решение, третья схема, которая может пригодиться для случаев управления асимметричными ключами в таком датчике. Значит, навеяна эта схема документом RFC с номером 8649. Она там изначально предназначалась для обеспечения автоматической смены корневых сертификатов. Идея в том, что первый сертификат корневой центра, который доверенным образом доставляется на рабочее место, ну или в данном случае на устройство, он содержит в себе хэш-код открытого ключа будущего, который будет этот центр использовать после плановой смены. Но, соответственно, переворачивая немножко эту логику, добиваемся теперь смены ключа на самом устройстве. Для того, чтобы эта схема работала, значит, при индивидуализации датчика мы создаем для него не один ключ, не одну ключевую пару, а сразу две. Исходное, на которое устройство начнет работать, и будущее, на которое устройство перейдет, допустим, через какое-то время, допустим, через 6 месяцев. Хэш-код данного будущего ключа мы можем, открытого ключа поместить в сертификат, ну или упрощенный мы можем, на самом деле, поскольку у нас здесь схема централизованная, есть куча датчиков, есть центр обработки, который знает обо всех этих датчиках. Если это уместно, мы можем просто доверенным образом в базе данных сохранить хэш-код будущего открытого ключа. Это на стадии инциализации. Соответственно, при смене ключа, ловкость рук заключается в том, что создается будущая ключевая пара сначала, то есть третий ключ, если мы идем от начала, создается запрос на сертификат, второго ключа, следующего, который только будет сейчас вводиться в эксплуатацию. В него помещается хэш-код будущего третьего ключа, запрос подписывается текущим. Вот как бы у нас три ключа в одной операции создания запроса на сертификат участвуют. Значит, такой запрос отправляется в центр, центр его проверяет, что хэш-код совпадает, что подпись проверяется. Если все хорошо, то он у себя в базе помечает, что устройство перешло на следующий ключ. При этом хэш-код следующего, который еще через шесть месяцев вступит у центра, тоже остается. Либо включается сертификат, либо кладется в базу данных. Использование такой схемы нам тоже дает что? То, что компрометация одного ключа, асимметричного, который в этом датчике используется, любого из последовательствий, не дает возможности нарушителю вычислить все последующие. Ну, то есть подменить датчик, подменять информацию, идущую с датчиком. То есть возможность окно-атак будет ограничена сроком жизни одного ключа. Вот такие три решения. И теперь как бы обещал с примерами, перехожу к примерам. С чем мы на практике сталкивались, какие системы интернета вещей, где может быть это все применено. Значит, вот пример реально работающей системы. Это перевозка либо опасных грузов, либо грузов под подачу под особое постановление правительства. Они перевозятся с опломбированием контейнера, либо цистерны. Пломба электронная, с использованием навигационных технологий. Пломба является самостоятельным устройством. Она, значит, собирает какую-то телеметрию и передает ее в центр. Данные она эти подписывает. Значит, здесь как бы все получилось по классике. Почему? Потому что пломба — это не устройство, которое там в миллиардных тиражах производится, даже не в миллионных. Их не так много. Они могут быть дорогими, потому что как бы сфера применения перевозка грузов такая достаточно узкая. Поэтому это дорогое устройство, полноценный компьютер, там получилось реализовать полноценную криптографию, асимметричную, там получилось реализовать полноценный протокол ТЛС на ГОСТе. Соответственно, здесь как бы без всяких ухищрений пломба выстраивает двусторонний ГОСТ-ТЛС, аутентифицируется и передает свои данные с подписью. Соответственно, со стороны центра обработки необходимо только устройство, которое умеет этот ГОСТ-ТЛС выстраивать. Следующий пример уже поинтереснее. Здесь уже кое-какие ухищрения, о которых я говорил, применены. Это пример системы передачи экстренного вызова с автомобиля. То, что система экстренного реагирования, эроглонас. Почему она получилась такой? Предъявились достаточно специфичные требования при разработке этой системы. Требования были такие, что вот у нас автомобили, их очень много, они производятся разными автопроизводителями, они ставят себе на борт разные устройства вызова экстренных оперативных служб от разных производителей. Единственное, что общее у них есть, это синт-чип, который в этом устройстве присутствует, которым заливается профиль оператора связи, для того, чтобы это устройство могло выйти на связь и передать информацию об экстренном вызове. Любое удорожание устройства недопустимо, потому что автопроизводители взводят. Соответственно, мы не можем там ничего добавлять, ничего не придумывать, но и при этом одновременно требование к, вернее так, интерес нарушителя к вмешательству в эту систему на самом деле низок. Почему? Потому что, ну, кто захочет там подменять максимум, что может сделать нарушитель, это ложный экстренный вызов передать. Поэтому, грубо говоря, по криптографии здесь хватило уровня KS1. Решилась задача таким образом, что был разработан апплет для сим-карты, который хранит ключи, симметричные ключи аутентификации. По алгоритму HMAC в случае экстренного вызова вырабатывается код аутентификации, он передается в центр. В центре, соответственно, он проверяется. Ну, то есть вот та схема, то решение номер один, о котором я раньше говорил, гибридная симметричная-ассимметричная схема подписания. При этом в хранилище складываются уже подписанные данные об экстренном вызове, которые там можно подвергать анализу, можно передавать в страховую компанию, у нас может проверить подпись и так далее, и тому подобное. И третий пример, который сейчас еще сложнее, который потребует глубокого анализа и глубокой проработки, это задача еще в стадии решения. Здесь, собственно, наверное, понадобится применить все, ну или там выбрать подход, либо это будет симметричный ключ со схемой DUKPT, либо это будет асимметричный ключ. Сложность здесь в чем? Значит, здесь страховая телематика с автомобиля, ее требуется защищать. А страховая телематика – это данные об дорожно-транспортном происшествии, которые анализирует страховая компания. Она на основании этих данных принимает решение о возмещении страховом. Соответственно, здесь интерес нарушителя, напрямую связан с деньгами, со страховым мошенничеством, поэтому здесь сразу мы получаем, что требуемый уровень защиты, скорее всего, не ниже к АС-3. Срок жизни, тоже как входное требование, это не менее 10 лет, чтобы устройство бортовое, которое будет поставлено на автомобиль, чтобы не надо было его раз в год обслуживать, что-то менять, ключи или еще что-то в этом роде. И еще одно требование – это сертификация по ФСБшным требованиям не только из КЗИ, но и из КЗИ НР. Это из КЗИ для некорректируемой регистрации. Ну и вот возможные подходы, о которых я говорил, еще предстоит нам их выбирать, решать как-то эту задачу. Это либо распределенное формирование подписи с применением симметричных ключей и схемы управления симметричными ключами в устройстве, либо асимметричные ключи с особым алгоритмом смены, с использованием хэш-кода будущего ключа. Ну вот на этом у меня все. Уже намечается два таких разных направлений движения, параллельных практически существующих. Первое – это то, о чем говорил Ольга в своем докладе, то есть это попытка поиска каких-то типовых криптографических решений для интернет-вещей, их стандартизация. И второй путь, о котором сейчас рассказали коллеги из CryptoPro, это по сути создание под конкретную систему специализированного криптографического решения. В этом случае встает вопрос, а где ваше место, как возможных площадок доверенных или операций родостоверяющих центров. Ну вот тут есть такая вот история, что пока что у нас получается больше все-таки идти с какими-то кастомными конструкциями в эту сферу, но при этом все равно мы задумаемся о том, а что же здесь можно стандартизовать, что же типово предложить разработчикам системы интернета вещей. Так как Владимир Иванов уже на сцене, передаю ему слово. Владимир, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, коллеги. Павел, за введение, скажем так, в тематику. Я бы хотел немножко приземлиться, потому что математика – это хорошо, криптография – замечательно, а вот против физики не попрешь. Значит, я тут летом принимал участие в неком круглый стол, не круглый стол, не пойми чего, по защите интернета вещей. Там сидели признанные эксперты по информационной безопасности, и примерно час они пытались сформулировать, а что же такое все-таки интернет вещей, и чем он отличается от всех остальных интернетов. Я тут задался целью и посмотрел разные определения интернета вещей в разных источниках. И вот мне понравилось больше всего на портале АВТ-Адженда совершенно замечательное формальное и общее описание вообще, что это такое, о чем речь. То есть, во-первых, это система взаимосвязанных вычислительных устройств, механических и цифровых машин, объектов, животных или людей, снабженных уникальными идентификаторами и возможностями передачи данных по сети. И главное, вот почему это интернет вещей, без необходимости взаимодействия типа «человек-человек» или «человек-компьютер». То есть это, на самом деле, с моей точки зрения, наиболее такое общее, всеобъемлющее описание. И тут мы упираемся в такие вещи, вот как видите, что некие присваиваются идентификаторы субъектам вот этого интернета вещей, и тут возникает масса вопросов, касающихся, а как мы этот идентификатор присваиваем, каким образом мы, грубо говоря, приклеиваем его к этому объекту или субъекту, каким образом мы обеспечиваем невозможность подмены этого идентификатора и так далее, и тому подобное. То есть если мы возьмем условный какой-то датчик чего-либо, вопрос, как мы его будем идентифицировать. То есть нам нужно в данном случае, если у нас все-таки там какая-то криптографическая защита подразумевается и так далее, то есть нужно объединить вот этот датчик физической величины с некой цифровой штуковиной, которая будет его идентифицировать, при этом она будет неотъемлема от датчика, от самого или от исполнительного устройства, для того, чтобы нельзя было осуществить подмену аналоговых данных в канале. Вот Паша там говорил про, от чего нужно защищать, но на самом деле там еще и реплей-атаки, и навязывание ложных данных. Согласен? Поэтому, если мы не сможем намертво приклеить вот этот идентификатор к объекту идентификации, тут возникают вопросы именно по физике, как мы аналоговый канал-то будем прикрывать. А прикрывается он чаще всего старыми добрыми механическими способами, типа трудновскрываемых корпусов, заливок всякими компаундами и так далее и тому подобное. То есть мы упираемся здесь, как бы из нашей прекрасной математики переходим в физический мир. И физический мир, я не зря сказал про него, надо еще не забывать, что те же самые датчики, они вообще говоря не в каком-то вакууме существуют, хотя могут и в вакууме, кстати говоря. Надо не забывать, что на них воздействуют какие-то физические процессы, да, и какие-то физические параметры, температуру чего показывает градусник, да? Знает кто-нибудь, нет? Температуру самого градусника. То есть если мы измеряем какую-то физическую величину, надо понимать, что вот эта вот цифровая фигнюшка, которую мы к этому датчику прикрутили, она должна выдерживать вот эти вот воздействия, там атмосферные, климатические, вибрации и так далее. То, что у нас физического в мире существует и что мы измеряем. Вот, такая история. Дальше. Дальше про модель доверия. Ну, PKI у нас как бы подразумевает некую модель, связанную с тем, что есть вот у нас вот где-то там слева, да, есть там куча участников, которые между собой каким-то образом коммуницируют, аутентифицируют, при этом они не доверяют друг другу, но им надо друг перед другом как-то идентифицироваться, как-то аутентифицировать какие-то данные. Да, и есть некая вот такая штука, которая отвечает за всех, да, условный удостоверяющий центр, который осуществляет, собственно, вот эту функцию доверия, да, при коммуникациях между вот этими вот участниками. Это, в частности, там полезно, наверное, вот как это, Zero Trust, вот эта вот модная тема. Вот, но в интернете вещей у нас очень часто существует другая совершенно схема коммуникации, да, вот у нас есть условный центр управления, да, там или система управления, или там система сбора, там, телеметрии, не важно что, да. Нам важно обеспечить доверие там между датчиком и этой системой, между исполнительным устройством и этой системой управления. При этом датчики у нас совершенно необязательно должны между собой общаться и друг друг каким-то образом доверять. То есть получается, что у нас функция вот этого центра доверия, и она ложится на центр управления, и, собственно, ядро ПТА, да, у нас тут как бы исчезает за ненадобностью. Дальше. Ну, коллеги там рассказывали про работу с сертификатами, там, протоколы и так далее. Опять же приземляемся, да. Нам пророчат, значит, по миллиарды, да, вот этих подключенных устройств, десятки миллиардов подключенных устройств к сетям, да, и нам надо это все, представьте, затащить в ПТА. То есть нам надо сделать так, чтобы эти штуковины сгенерировали ключи, запросы на сертификаты, чтобы у нас центры сертификации выпустили эти сертификаты, десятки миллиардов сертификатов, да, а потом у нас пойдут ЦРЛи терабайтные. И, как я вот написал, да, загрузка и проверка ЦРЛи, это не для слабаков, не в том смысле, что не для малоресурсных устройств вообще. В принципе, им тупо он никуда не влезет, ЦРЛ. Вот, а они такие будут, потому что у нас вот такое вот количество участников. И это, получается, история, как про эти сабы, ну, не будет, говорит, никакого театра там и все, будет один телевизор, да, помните, были такие прогнозы. Сейчас более модные прогнозы, мы там прекратим выпуск там бензиновых автомобилей, да, и там к 30-му году будем все ездить на электричестве. Это, да, это все очень прикольно с точки зрения пиара и прожектов, там, и бюджетов. Только там забывают, что, во-первых, надо это электричество откуда-то взять, да, каким-то образом его доставить и так далее и тому подобное. Владимир, а можно ближе к PKI? Так, хорошо, ближе к PKI. Ребят, как мы вот такой PKI построим, который будет обслуживать десятки миллиардов этих устройств с нужной скоростью, да, и онлайновые там те же OCSP-сервисы, которые будут очень быстро отвечать, да, на запросы и проверять. Вот, значит, следующая история – это подключение к сети, да, и это необязательно интернет, да, и необязательно это интернет-протоколы. А у нас есть еще изолированные системы, которые никуда не подключены вообще. Но как-то там система управления должна доверять своим датчикам, а исполнительные механизмы доверять системе управления. Нам что, там свой собственный PKI поднимать на этом тракторе самоходном условном, да? Нет. При этом, опять же, возвращаясь к ресурсам, да, какие нужны пропускные способности каналов связи для того, чтобы там через тот же 4G, 5G, 6G обеспечивать передачу вот той информации, которая у нас пойдет между этими устройствами. Ну и, соответственно, порождается история с временем реакции системы, да, и с теми задержками, которые вносятся за счет того, что у нас применяется криптография, за счет того, что у нас там какие-то PKI-истории, типа там проверки действительности сертификатов и так далее. И вот этот вот наш замечательный оверхед, да, с форматами данных, с протоколами и так далее и тому подобное, да, и то, что касается времени обработки запросов. За всем благодарю за внимание. Владимир, спасибо большое. Я обещал проблемно-ориентированный доклад. Владимир ее представил. Тут на самом деле вывод-то можно сделать простой, что PKI, да, он в принципе применим, да, к интернету вещей, но в разумных пределах каких-то, да, когда у нас есть там граничные какие-то устройства, да, а внутри систем большой вопрос, потому что мне приходилось сталкиваться с заказчиками, которые вот для не очень-то сложной системы управления хотели сгородить свой центр сертификации и полный вот это самое PKI на полном фарше. При этом совершенно не вникая в задачу, чего надо вообще обеспечивать. То есть они знают слово PKI. Это уже немало заказчиков. И нам надо с заказчиком, господа барышни, работать и вообще пояснять вообще, где мы есть. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Да, аплодисменты Владимиру. Владимир, наверное, тоже спасибо. Да, поднял такую тему, что PKI, в общем-то, для интернета вещей, не для слабаков. Наверное, вынужден с ним с этим согласиться. И хотел немножко коснуться, вот, собственно, на чем это все работает. Но прежде чем разговаривать про те самые миллиарды устройств, каналы связи и так далее, существенно сократить, так сказать, как бы вот объект нашего обсуждения. Почему? Потому что, ну, там рассматривать, наверное, холодильники, там всякие умные вещи и так далее, наверное, не стоит. Поэтому давайте брать, ну, исключительно тему PKI, да, потому что, там, начиная с 12-го года, критическая инфраструктура России, это для Америки, так сказать, как бы цель для кибертак номер один. Поэтому, наверное, вот давайте это дело сузим и будем рассматривать применительно критической инфраструктуре. Собственно, о чем хотел, собственно, коснуться, да, вот, что сегодня, так сказать, когда говорят про IoT, про, там, M2M устройства, машин-то машин, значит, что обычно прописывают в контрактах, что обычно, так сказать, на что обращают внимание, так сказать, что требуется. Это, как правило, некорректируемость данных, там всякие счетчики, там трекеры, навигация и так далее. Это идентификация того самого устройства и защита передаваемых данных с использованием, там, гастовых алгоритмов, как правильно. Значит, достаточно этого, там, для, наверное, безопасности самих устройств, там, и создаваемой инфраструктуры. Ну, ответ категорически нет. И, наверное, то же самое, можно решить все эти проблемы, о которых говорится. Ну, вот коллеги только что показали, что нет, PKI для этого, в общем-то, наверное, не нужен. То есть все то же самое можно сделать, там, на симметричной криптографии без PKI, там, и так далее. Соответственно, когда подключают безопасников, так сказать, возникают некие продвинутые требования. Значит, ну, вот то, с чего мы обычно начинали, да, а давайте мы добавим к этим устройствам так называемый, ну, какой-то или секьюр элемент, да, смарт-каточный чип, там, или микроконтроллер с аппаратной реализацией криптографии, или добавим какой-то еще модулек, который обеспечивает защиту связей и так далее. То есть, ну, вот, это, наверное, такой шажок эволюционный в развитии, который там делает лучше. Но, опять же, так сказать, решает он проблему безопасности? Наверное, нет. То есть, да, ее делают немножко лучше, да, там, мы защищаем канал, да, у нас появляется там строгая, допустим, аутентификация, появляются сертификаты, вот. Но задача безопасности устройства это не решается, и это делают, как правило, для отстройки от конкурентов, для защиты проекта, то есть решают свои, там, экономические, так сказать, какие-то вот задачи, но, как правило, не больше. Собственно, в Одессе, наверное, самое место вспомнить, самое время, да, собственно, на чем сделаны все вот эти наши, там, IoT-устройства? Делаются они, как правило, на армовых микроконтроллерах архитектуры ARM, и последние, наверное, 8-10 лет вот эти вот армовские микроконтроллеры производятся с технологией трасс-зон. Что такое трасс-зон? То есть многие путают или считают, что трасс-зона – это какая-то доверенная зона в микроконтроллере, да, которую, наверное, можно выкусить, можно как-то обойти, проверить и так далее. Нет, вот ничего подобного. То есть трасс-зона – это некая, так сказать, как бы идеология построения вот этих защищенных микроконтроллеров, и фактически это, ну, можно проводить аналогию с аппаратной виртуализацией, и это некая, как сказать, религия, да, вот разработчиков чипов, да, деление, так сказать, на два мира. Мир защищенный, там, где должны крутиться, так сказать, вот эти вот критические приложения, криптография, там, обработка, не знаю, координат, там, и так далее, и так далее, и так называемый нормалулл, там, где крутится гостевая операционка, и так далее. То есть на этих процессорах сделаны и все гаджеты наши, и там смарт-ТВ, которые у нас в переговорках висят, и мобильные телефоны, и все, так сказать, вот, ну, или большинство вот таких устройств. Собственно, как устроим вот эти процессоры, то есть вот надо посмотреть на архитектуру, да, вот если идем снизу. Значит, это деление на два мира. Когда процессор стартует, значит, проверяется вот этот вот битик трасс-зон активировано, да, тогда тебе налево. Значит, прогружается так называемый Secure OS, формируется вот этот Secure World, секретный как бы мир, да. Значит, помним, что вот эти вот армовские микроконтроллеры, это SOC, System on Chip, то есть все контроллеры для общения с внешним миром, они уже на кристалле, поэтому инициализируются контроллеры, смотрятся, а что припаяно к этой микросхеме, да, и какие коммуникации для обмена с внешним миром у меня есть. Соответственно, экран, там, монитор, микрофон, камера, там, связь и так далее, и так далее. Вот внизу слева как раз, так сказать, возможность там Ethernet или там любые каналы, да, которые могут постучаться, так сказать, к владельцу тому, кто зарядил вот этот чип. Ну, там, это может быть там ANB, там, кто угодно, да. Значит, после того, как Secure World стартовал, контроллер инициализирован, значит, происходит формирование так называемой Security-песочницы для гостевой операционки. Гостевая операционка – это вот то, что мы считаем нашими, там, доверенными, там, Linux, там, Aurora и так далее. То есть это классическая, как бы, ну, человек посередине, да, то есть наша доверенная или гостевая операционка, она всегда стартует из-под чужой операционки. Значит, между вот этими мирами есть так называемые два однонаправленных ниппеля, то есть миры могут разговаривать друг с другом и, собственно, просить друг друга что-то сделать. То есть еще раз, выкусить одно из другого, так сказать, нельзя. Значит, приложения или, так сказать, контроллеры, да, и приложения в Трозоне могут скрытно, необнаруживаемо выполнять любые шпионские функции, да, то есть, не знаю, там, перехватывать ключи. То есть еще раз, вот эти вот приложения, которые работают в Трозоне, они работают в суперпривилегированном режиме. То есть им доступны абсолютно все ресурсы процессора, процессора, памяти и так далее. Более того, опять же, сидя в Трозоне, допустим, имея на борту 64 гигабайта памяти, я могу отрезать гостевой операционки 32, а 32 использовать, вот если вернуться на предыдущий слайд. А, так сказать, для себя любимого оставить еще 32, например, гигабайта или там мегабайт, неважно, значит, оставить в качестве теневой памяти. Соответственно, все процессы, все, что происходит в гостевой операционке, так сказать, я могу скрытно записывать, так сказать, в эту теневую память. Соответственно, приложение и сама гостевая операционка, она думает, что она работает абсолютно на чистом железе, да, и, соответственно, даешь команду «дисплей текст», соответственно, это «дисплей текст», это запись как раз на страницу теневой памяти. Обнаружить, что я работаю из-под вот этой вот, так сказать, как бы гипервизора, да, там аппаратно реализованного, нет никакой возможности. Хотя возможности есть, а дальше я о них немножко скажу, да. Собственно, вот ровно те же возможности. То есть еще раз, сидя в Трозоне, можно делать все, что угодно. То есть менять координаты, там, GPS, там, GLONASS, там, и так далее, и так далее. Значит, в 2012 году Барак Обама подписал так называемый PPD-20 документ, значит, который предписывает всем американским вендорам, а, собирать так называемую телеметрию, то есть где ты работаешь, там, в какой среде ты работаешь и так далее, передавать ее в НБ, ФБР и ЦРУ, и запрет раскрывать исходные коды того, что делается. Вот, начиная с 2012 года, мы видим, что, в общем, все американские вендоры, так сказать, всеми, там, правдами и неправдами, так сказать, пытаются это делать, да, там, под видом обновлений, улучшения, там, сервиса, там, и так далее, и так далее. Значит, теперь по поводу, можно ли обнаружить, что ты работаешь не на чистом железе. Ну, да, можно. Значит, все, так сказать, вот, перечисленные операционные системы, как правило, сделаны на ядре Linux, если оттрассировать ядро Linux, там есть такая маленькая командочка, значит, SMC решетка 0. Это Secure Monitor Call. То есть это как раз обращение к функциям, зашитым в трасс-зоне. То есть еще раз, как бы, можно посмотреть. Еще раз, выкусить ее нельзя, потому что это управление ядрами, управление кэшем, там, первого-второго уровня, там, и так далее, и так далее. То есть обойти и выкусить это нельзя. То есть, ну, грубо говоря, если это сравнивать с x86-ми процессорами, ну, это обращение к BIOS, да, там, обращение к какие-то вот такие вот функции, без которых операционка работать не будет. Значит, какая есть альтернатива, да? То есть можно попытаться найти процессоры без трасс-зоны, но вот эти процессоры будут небезопасны и уязвимы. Соответственно, вот постарался сформулировать, да, если мы, опять же, смотрим, так сказать, на рынок IoT, вопрос, что делать, да, значит, слагаемые безопасности. То есть первое — это выбор правильной элементной базы. Ну, вот некоторое время назад мы для Avstack'а делали NIR, так сказать, ну, вот, так сказать, сделали такой, ну, не знаю, справочник, там, подборку, да, где-то 25 тысяч небезопасных микросхем, на которых нельзя делать устройства безопасности, там, IoT и так далее, по причине того, что они, так сказать, ломаются, уже взломаны, клонированы и так далее, и так далее. Второй, так сказать, принцип — это Secure by Design. Значит, некоторое время назад, вот, собственно, там, по инициативе Жени Касперского, значит, была внесена такая инициатива, надо разрабатывать отечественные стандарты, то есть подход для создания IoT-устройств должен быть, так сказать, Secure by Design. То есть, как бы сначала строится скелет безопасности, потом навешивается, так сказать, как на елку, да, так сказать, мясо, шаг вперед, два назад по Ленину, да, посмотрел, так сказать, ничего не повредил, так сказать, безопасности нет. Окей, идем дальше. То есть, нужна специальная методология, специальные подходы. Второе, очень важный момент, да, безопасности не бывает без доверенной загрузки. То есть, еще раз, когда мы говорим про безопасность платформы, особенно IoT для критических систем, первая команда должна быть наша. Если это не так, значит, ни о какой безопасности говорить нельзя. То есть, под нами кто-то сидит, соответственно, нас там, так сказать, может перехватывать и так далее. Поэтому, собственно, вот, армовские процессоры обычно работают как? Значит, за загрузку самого армовского процессора отвечает, там, в зависимости от того, как это сделано, или IP-блок, или маленький микроконтроллер, SCP, так называемый микроконтроллер, ну, вот в Байкалах, например, так сделано. Значит, он или код для него прошит в ROM-е процессора. Значит, он стартует и смотрит. Трасс-зона активирована, да. Значит, соответственно, это прошивается в так называемых фьюзах, да, однократно программируемая память. Если этот битик взведен, значит, то, что прописано в этом фьюзе, я считаю, что это ключ процессора. Соответственно, весь следующий исполняемый код я должен трактовать, как он и этот код должен быть мной подписан и зашифрован. Соответственно, дальше процессор начинает исполнять только подписанный, только защищенный код. Если этого нет, соответственно, этот код можно подменить, процесс загрузки пропустить, пустить по другому пути. И это очень серьезно, это, в общем, страшно, да, вот особенно для мира арморских процессоров. То есть еще раз, модуль доверенной загрузки – это, так сказать, must-have. Соответственно, опять же, видим попытки перенести мир x86, да, или вот, что называется, наработанные какие-то методики из мира x86, да, вот там, типа, компьютер сделан на… или там какое-то устройство сделано на армовом процессоре, там есть PCI-шина, сейчас мы поставим электронный замок. Еще раз, ребята, электронный замок – это не Premier Arm, да, он там не работает, потому что, еще раз, сидя в трасс-зоне, да, или сидя в Secure OS, я его обойду, я его обману, я буду делать что угодно. То есть замок нам вот аппаратный в этом смысле, там, аккорд Соболь не поможет, это надо понимать. Четвертый принцип, да, так сказать, вот безопасности IoT-устройств, что процессор должен исполнять только доверенный код, соответственно, этот код должен быть подписан, зашифрован, то есть трасс-зона должна быть активирована, и ключ должен быть наш. Следующий очень важный момент, да, который как-то многие, так сказать, игнорируют, да, на это не обращают внимания, а не говорить про это нельзя. Это безопасность кода, это практики SDL, то есть в 16-м году был принят ГОСТ, разработка безопасного ПО, соответственно, вот он играет в полную, так сказать, силу, его активно в стэк продвигает, так сказать, вот эти практики, да, что процесс разработки программного обеспечения, прошивок, системного программного обеспечения, всего-всего, значит, должен, так сказать, соответствовать вот этому ГОСТу, этим практикам. Соответственно, код должен быть тщательно протестирован, не должен содержать ошибок, предупреждений, так называемый смел-код или, так сказать, грязный, неправильный код, да, потому что считается, что придет другой разработчик, если, так сказать, ему придется чей-то код потом править, то он здесь влепит обязательно ошибку, и это будет большая проблема. Следующая проблема, что называется, под названием «О суди и кто», да, то есть этот код надо тестировать, и, как правило, для этого нужны, то есть ручное тестирование здесь уже неэффективно, да, это автотесты. Соответственно, как оценить качество автотестов? С использованием мутационного тестирования. Соответственно, на этот код натравливаются специальные утилиты, которые вносят какие-то изменения. В ассемблерной конструкции просто бит, и если ваш автотест не обнаружил это изменение, это может быть что угодно, это же у нас IoT, да, там прилетела нейтрино, так сказать, какой-то бит вышибло, да, и у нас вычисления пошли другим путем. Могу тебе просить ускориться в технических деталях? Да, хорошо. Значит, следующее – это возможность безопасного дистанционного обновления прошивки. То есть еще раз надо быть реалистами и понимать, что никто не научился писать код без ошибок, и его придется обновлять, придется устранять уязвимости и так далее. Значит, и здесь многие разработчики пользуются стандартными open-source какими-то вещами, ну, в частности, DFU протокол, девайс фирмвай апдейт. Значит, ну вот мы разбирали его, там специально заложены уязвимости для того, чтобы там подсадить exploit, подсадить троян и так далее. То есть бездумно пользоваться open-source нельзя без анализа. Встроенное ОС, как бы общение с внешним миром отвечает за, там, интерфейсы, там, и так далее, и так далее. Тоже должна быть своя. И критически важные приложения, а для нас критически, одним из критически важных приложений, это является хранение ключей и реализация криптографии, она должна быть изолирована от гостевой, и исполняться, так сказать, вот в этой Secure ОС должна быть тоже подписана. И, собственно, этим решается как раз проблема оценки влияния, да, когда, так сказать, в гостевой операционке вносятся какие-то изменения, то они не должны касаться как раз вот криптографии, не должны никоим образом на нее влиять. Для многих приложений обязательно надо делать так называемый полицейский режим, то есть возможность блокирования, или чтобы наши органы, или там полицейский, или антитеррористический режим, ну вот на примере беспилотника, например, да, там не должно быть, то есть есть такие, допустим, запрещенные зоны там в районе аэропортов там и прочее, прочее, да, то есть должна быть возможность посадить, там вырубить этот беспилотник, и там, не знаю, беспилотный автомобиль, там что угодно, это тоже нужно делать. Значит, по поводу идентификации, аутентификации, должна быть однозначная идентификация и взаимная строгая аутентификация IoT-устройства и хоста сервера, с которым он обменивается. Значит, в Одессе без ПКИА не обойтись. Должен быть защищенный канал передачи команд и данных тоже здесь без ПКИА не обойтись. Многие устройства IoT собирают информацию, ее передают, соответственно, должно быть защищенное хранилище для этой информации, потому что как только данные накопились, гриф сразу резко растет. Безопасное дистанционное администрирование, без него никак, включая СЗИ и СКЗИ, да, и централизованное управление жизненным циклом. То есть, еще раз, огромное количество устройств, задача инвентаризации, задача активации этих устройств, ввод в эксплуатацию и безопасная транспортировка. То есть, транспортировка таких устройств должна проходить в режиме, так сказать, окерпичивания, да. Соответственно, это вывод или решение той самой проблемы, что вот эти устройства, содержащие криптографию, являются СКЗИ, да, со всеми вытекающими, да, наличие лицензии на распространение и так далее. Поэтому криптографию надо выключать, переводить в безопасный режим, и единственной командой, которая возвращает его к жизни, должен быть, так сказать, ключ активации. Соответственно, перевыпуск сертификатов, там, блокировка, вывод из эксплуатации и так далее, и так далее. И, собственно, вот для всего этого нужен PKI, то есть здесь не обойтись. Значит, касались темы сертификатов, значит, применительно к IoT-устройствам, я считаю, это должен быть просто паспорт изделия, там, это может быть в формате, так сказать, в формате PKI-ных, там, 509-х сертификатов, и они обязательно должны содержать, что это за устройство, номер версии прошивки, номер версии железа и так далее, и так далее. То есть вот набор вот этих данных, так сказать, на основании которых мы можем понимать, насколько, так сказать, актуально это изделие, там, надо ли его обновлять, надо ли, так сказать, менять там базу и так далее, и так далее. Значит, наш опыт работы вот с правильной элементной базой, и скажу, что, в общем, тоже вот обсуждалось в кулуарах, да, что PKI для IoT-устройств это очень тяжело, там нет таких микросхем, это очень все нагружает. Ну вот ответ, современная элементная база, микросхемы такие и есть, они нормально справляются, хорошая, так сказать, производительность, каналы и так далее. Ну вот я их разложил на четыре кучки. Значит, первое, это вот наш опыт работы с компанией Elvis, чип Эллиот, двухъядерный кортекс М33 с трасс-зоной. Первая команда наша, доверенная загрузка в виде трасслетов, аппаратная реализация криптографии, деление номеры и, собственно, возможности из гостевой операционки дергать криптографию. Ценовой диапазон с нашим софтом это где-то до 10 долларов. Следующий диапазон где-то от 10 до 50 долларов. К сожалению, на рынке дыра российских процессоров нет в этом ценовом диапазоне. Наш опыт о православливании или стерилизации импортных процессоров, это известные процессоры FreeScale или NXP, AMX6, то есть мы научились вычищать то, что на них было заложено в плане заряженности. Соответственно, мы научились прописывать свои ключи, поднимать SecureOS, наша реализация криптографии и так далее. Собственно, пока мы эту нишу можем замещать вот этими оправославленными ключами. Следующий это вот наш проект, наша работа совместно с Байкал-М, восьмиядерные процессоры. Соответственно, первая команда наша, модуль доверенной загрузки, реализация трасс-зоны. В трасс-зоне российская криптография, набор необходимый для PKI и интерфейсы в внешний мир. То есть как бы такой комплайнс из коробки. И следующий где-то в ноябре должен появиться Байкал-С, 48-ядерный процессор, мощный. То есть как бы планируем туда это все привезти. То есть, соответственно, вот Байкалы – это уровень хоста или достаточно мощных таких хабов вычислительных, к которым коннектятся конечные устройства. То есть как бы для построения инфраструктуры практически уже все есть. Большое спасибо за внимание, Адиме за терпение. Хорошо. Сергей, ну вот пока, да, есть у Станислава к тебе вопрос. Поэтому давай сразу тогда, пока горячо. Сергей, спасибо большое за индекват, оппозицию. С общей идеологией сложно не согласиться. Уточняющий вопрос. Если вспомнить те угрозы, которые ты перечислял на слайдах, в том числе, например, уязвимости, намеренно, ненамеренно, не так важно, на самом деле, внесенные, в частности, в протоколы, существующие в мире ОИТ. Вопрос следующий. Вот, например, сейчас продолжает, или там начинает, активно развиваться создание доверенного всего, начиная с базового железа. У нас все начинает появляться. Как защититься от совершенно предсказуемого набора будущих уязвимостей, связанного с тем, что когда мы делаем счет с нуля, естественно, сначала возникают, как ты сам говорил, сначала возникают ошибки, уязвимости, проблемы. И если в программном коде их можно еще исправить обновлением, то когда возникает ошибочка маленькая на уровне базового железа, то исправить ее можно только полным перевыпуском. Как эту проблему, по сути, неизбежную, как ее нивелировать, если двигаться правильным путем, начиная с базового железа, чтобы мы не ограбли то, что вместо намеренно внесенных NB-шных закладок у нас просто банальная взаимность, которая, может быть, и не намеренно внесенная, но имеет те же самые последствия. То, что я сказал, да, значит, как бы первое, наверное, на что надо обращать внимание, да, никто не научился писать софт без ошибок, и это обновление мозгов процессора. Соответственно, вот на примере AMX-6 процессора, ну, мы научились их так называемого оправославливать, да, то есть мы не знаем, что там было заложено, да, но мы научились это все вычищать и записывать свой код, и, соответственно, можем обновлять это в полях. Для того, чтобы это можно было делать, соответственно, нам нужен соответствующий модуль, соответствующий трасслед, сейчас, сейчас, Дим, да, то есть соответствующий трасслед для того, чтобы можно было обновить прошивку. Соответственно, когда я говорю, вот то, что Дима там пытается меня остановить, стоп-стоп-стоп, когда мы говорим про там Secure Boot, там, и так далее, да, Secure Boot в полях не обновишь, Это правда, поэтому этот код надо очень-очень хорошо тестировать. То есть качество кода и необходимость внедрения вот этих SDL практик, это, так сказать, святая святых, поэтому это должно быть оттестировано. Соответственно, код этого, он достаточно небольшой, это десятки килобайт. То есть, соответственно, мы в состоянии это хорошо и качественно оттестировать. Поэтому, еще раз, часть кода прошивается в маске, часть кода, так сказать, в SPI Flash, соответственно, ее можно будет, то, что в SPI Flash, ее можно будет, так сказать, обновлять в полях. Поскольку я сказал, если процессор переключен в режим Secure Boot и вот этой доверенной загрузки, то весь код у нас приходит в зашифрованном и подписанном виде, соответственно, это может передаваться по открытым каналам, и это можно сделать безопасно. Спасибо за комментарии. Нет, я не дурак наоборот. Нет, драться не будем, будем дискутировать. Там ситуация с точки зрения железа, она многослойная. Там есть самый важный загрузчик, загрузчик менее важный, и потом уже все остальное, так если по-большому говорить. Потому что построить полностью доверенный загрузчик, который будет потом все виртуализировать, делать расшифровку данных, это более сложная история, и этот загрузчик, это второй уровень. Первый уровень, это просто начальная загрузка. Вот первая начальная загрузка, ее надо вылизывать как... Коллеги, разрешите, я вас все-таки остановлю. Мы все понимаем, что вы эксперты в области микроконтроллеров и железа, потому что деятельность ваших компаний на этом зиждется, и давно вы спорите, значит, чей микроконтроллер более защищенный. Но давайте все-таки вернемся в плоскость PKI больше. Значит, я думаю, здесь мы все осознали, что действительно надо обращать внимание не только на форматы сертификатов, на протоколы, на разработки каких-то специфических протоколов. Надо большое внимание уделять и нам, и в первую очередь разработчикам системы интернета вещей на элементную базу, не хватает всего, что под руку подвернется, особенно если это касается инфраструктуры PKI. И там надо к этому серьезно относиться. Я думаю, совершенно однозначный вывод от доклада Сергея Груздева. Давайте все-таки вернемся в сторону PKI, потому что здесь наша аудитория в большей степени разбирается в PKI, нежели чем в специфике загрузки микроконтроллеров. И был вопрос у Ольги по докладу Павла. Я Ольгу остановил. Ольга, ну, прошу, сформулировав вопрос. Я думаю, все-таки в большей степени будет касаться понятным аудиториям материи. Да, спасибо. У меня один вопрос и один небольшой комментарий, потому что там был слайд со сценарием, когда именно собирается телеметрия. А мы можем доклад криптопро? Можно, но я, в принципе, напомню. И один из примеров телеметрии как раз были счетчики со ссылкой на то, что озвучил до этого Дмитрий Михайлович. Это не совсем так. Там как раз весь криптографический сырбор вокруг ИСУИ из-за того, что в данном случае счетчик является именно исполнительным элементом, потому что он может ограничить потребление электроэнергии или просто отключить потребителя. И именно это надо защищать. Ну, то есть гипотетически такой сценарий возможен, но пока на практике он немножко другой. А у меня был вопрос, на самом деле, с хэшем будущих ключей, потому что было сказано, что это спасает от неявной компрометации. Это вот мне не очень понятно, что здесь подразумевается под неявной компрометацией, потому что это именно без доступа, я так понимаю, к устройству, какая-то неявная компрометация, потому что если есть доступ к устройству, то все ключи, которые на нем уже есть, они в любом случае скомпрометированы. И вот на последнем слайде было приведено, что для такой же серьезной системы, где требуется защита с КЗНР, то это хэширование очередных ключей, оно в паре идет с КЗНР. И тоже не очень понятно. То есть если у нас уже неизвлекаемые ключи, какой неявной компрометации мы говорим. Спасибо за вопрос. Значит, про счетчики спасибо за дополнение. Действительно, я этот момент не учел. Совершенно справедливо. Что касается явной компрометации, у нее есть понятное определение, что это устройство не покинуло то место, где оно работает, нет на нем явных следов вскрытия, все, оно продолжает работать, но каким-то образом по побочным каналам еще как-то нарушителю стал известен ключ, или он смог подобрать, или еще что-то в этом роде. Вот это неявная компрометация. Да, и вот эти вот схемы, о которых здесь говорится, они, собственно, защищают от того, что при случае этой неявной компрометации, когда устройство продолжило работать, никто ничего не подозревает, пространство атаки, время атаки нарушителя, когда он может подменять данные с этого датчика, оно сокращается. Оно не становится бесконечным, по крайней мере. Ограничится периодом жизни одного ключа в случае вот этой схемы с асимметричными ключами, либо оно ограничится, вообще говоря, одной транзакцией, если мы говорим про предыдущую схему, вот про эту. Да, спасибо. Еще, Станислав, был комментарий. Хотел дополнить то, что те решения, которые Павел рассказывал, озвучивал, во-первых, конечно, там про каждую из них можно рассказывать очень много деталей с точки зрения модели нарушителя, которая просматривалась, с точки зрения необходимых дальнейших исследований. Здесь скорее представлены те подходы, которые заведомо являются имеющими право на жизнь, некоторые оригинальные, некоторые заимствованные из смежных областей. Например, вот решение 1 с зацеплением ключей действительно было разработано расом Хасли для УЦ. Но общий подход явно применим. И вот именно с точки зрения примеров, которые мы рассматривали, может быть, новые появятся, как раз-таки уточнять применимость этих подходов стоит с учетом тех нюансов, о которых мы можем узнавать как раз в рамках таких дискуссий. Поэтому кажется, очень полезным вопросом и дискуссией. Спасибо. Да, спасибо большое. Может быть, есть какие-то вопросы аудитории? Я понимаю, что тема для вас во многом новая. Важный вопрос, и даже не вопрос, а краткое такое сообщение. Может быть, даже такое обращение открыто к регулятору. Вот практика показывает, ну, в лице… Мы запишем. Из моего речи сразу все понятно. Если смотреть на реальные проекты, вот на реальные проекты, в которых нужна действительно криптография, чтобы действительно хорошо там или канал закрыть, или просто подлинность была, чтобы это стопроцентная, в большинстве случаев кейс очень простой. Есть некоторые устройства, там стоит микроконтроллер, в этом микроконтроллере должна быть какая-то криптография, и ключи, ключи. Никакого другого механизма, как записать их в момент производства, когда там делается устройство, и потом пустить жизнь, и больше никогда не трогать, в реальных кейсах нет. Поэтому схема, которая сейчас существует для таких наших классических криптерапевтических решений, когда у нас есть смена ключей, иноциализация, арм-генерация ключей, к сожалению, для ООТ очень плохо подходит, или в большинстве случаев, если действительно массовое решение, подходит никак. Поэтому я от лица всех разработчиков, мы в рабочем порядке, конечно, это обсуждаем, попрошу всех людей, которые этим занимаются, подумать о том, что может быть даже какой-нибудь специальный класс устройств для ООТ придумать, потому что схема, модуль безопасности или контроль рабочего назначения, который прошит именно под это устройство, там на производстве, на доверенном, залили ключи, и эти ключи живут достаточно долго. Другие схемы, к сожалению, в реальных кейсах, по опыту, работать будут слабо, иначе у нас эти устройства поднимутся в цене на порядок. А так мы сможем достаточно просто реализовать решение. Дмитрий, только идеологически, в ходе, да, безусловно, это ровно так, но если смотреть немножко вглубь устройства, то это не обязательно быть ключ один, который живет монолитно 10 лет. Это могут быть схемы с диверсификацией, с автоматической сменой. То есть речь не о том, что ключ как 6-бит живет 10 лет, а о том, что требуются дополнительные действия. Первичный секрет. Я термин как бы для простоты сказал так, но да, первичный секрет заливается, а дальше, конечно, происходит диверсификация. Регулятор нам уже, в общем-то, ответил на данный момент требованиям СКЗНР, но я соглашусь с тем, что вокруг этих требований по-хорошему надо выстраивать еще отдельную нормативку, которая бы для всех участников рынка интернета вещей и нашу криптографию сделала удобно варимый инструмент. Мы могли ставить это в проекты, потому что сейчас это… Текущие показы 2005, но как-то оно слабо в интернет вещей входит. Я бы сказал, не входит совсем. Если в результате нашего круглого стола будут подвижки в этом направлении, я считаю, что мы свою работу сегодня сделали, потому что… Как минимум мы будем, мы все туда присутствующие, я думаю, будем эту тему двигать со своего уровня, а вы нас, коллеги, поддерживаете какими-то конечными кейсами, мы с удовольствием всю эту информацию саккумулируем и до регуляторов донесем. Был вопрос из зала, да, прошу. Добрый вечер, коллеги. Сидорин, ТЦАТЛС. У меня, собственно, не вопрос, а пара реплик по поводу последнего доклада. Там был высказан тезис, что IoT PKI потянет, но, к сожалению, в докладе были освещены довольно тяжелые решения, тяжелые микросхемы, покрывающие только одни из самых интеллектуальных плоскостей IoT. Даже самый младший, что там есть, чип Эллиот, он, наверное, на пару порядков интеллектуальнее, чем то, что ставится в счетчике. Это первый нюанс. Второй нюанс связан с тем, что, к сожалению, вот там есть пробел в облачной подписи с законодательством, есть пробелы еще где-то в нормативке, а есть такая дыра здоровая, которая в области доверенности КБ. Там не пробел, там дыра такой, колодец глубиной в никуда. То, что Байкал сделан, как бы в России разработан, из этого ровно то же самое с Эллисом или с Эльбрусами, из этого не следует ничего. Они от этого доверения лучше и защищения не стали. И дальше двигаемся в сторону тезиса, связанного с ТРАЗОН. ТРАЗОН в зарубежном процессоре это одна из проблем, а есть более общая проблема. Мы вообще не знаем, что там внутри и как он сделан. И можно вычищать из АМХ-6, можно не вычищать из АМХ-6, но уровень доверия к АМХ-6 начинается и заканчивается на 700-страничном PDF скачанном с сайта NXP. Все. На этом точка. Нет, описание в Security Policy 5773 страницы. То есть, ну, по пояс. Это так, полная документация. Я говорил об аппаратной архитектуре, а не Security Policy. Но давайте в сторону PKI, и тут у меня уже более такой содержательный вопрос к первой докладчице. Первый был вопрос, или это просто повествование? Нет, это просто ремарка. Нет, ну вы немножко не правы, я готов вам ответить, если надо. Давайте все-таки мы вот про отечественную элементную базу, это у нас отдельная прям история в принципе в государстве. Ну, я думаю, сейчас не будем рассматривать. Сделаем прямо на два часа сделаем на Роскрит, потому что по поводу фаблеса, по поводу микроэлектронного производства можно говорить бесконечно, это действительно важная проблема, ее надо обсуждать. Но здесь мы точно не успеем ее обсудить. Нет, я просто, чтобы заблуждения не было, что там Байкал это сильно лучше, чем NXP. Ровно то же самое. По состоянию на сейчас ровно то же самое. При хорошем доверии менеджерам NXP, которые нам продают этот процессор, и хороших отношениях с линейными разработчиками и IT-специалистами напрямую, которые это разрабатывают, это очень хороший уровень доверия, но опять же, это зависит от того, как те люди, которые с нами взаимодействуют, кто с ними еще взаимодействует, потому что мы никогда не знаем, кто с ними еще взаимодействует. А так, в реальности, да, они про патрахи очень подробно рассказывают, это действительно так. Но очень ограниченную кругу людей, очень ограниченную. Да, там единственный бонус Байкала всех остальных в этот раз будет, да, все остальное, вот это единственный бонус, все остальное как бы ровно так же. По крайней мере, возвращаясь к истории, возвращаясь все-таки... Нам компания Ядро обещает РИСК-5. Да, да, да. Тем более, что РИСК-5 наше все это разом больше не модно. Давайте про PKI. Про PKI у меня, собственно, вопрос к первой докладчице. Она обозначила CV-сертификаты и протоколы для машиночитаемых документов, идентификационных, которые были разработаны, и сразу отметила, что они не подходят. Тем не менее, вот я так на память вспоминаю, там есть почти все базовые примитивы, которые нужны для взаимной аутентификации, выработки сеансовых ключей, и даже есть, в общем, вполне себе низкоресурсный протокол с секьюр-месседжером, который позволяет данными обмениваться. Чего еще не хватает? Я согласен, что это не собрано в один конструкт и нету бирки IoT, но, в общем, почти все кейсы, например, системы интеллектуального учета электроэнергии мы можем закрыть этими примитивами. Да, хорошо, спасибо большое за вопрос. Я бы пояснила свою мысль следующим образом. Действительно, там есть протокол, который, грубо говоря, это некий аналог ТЛС, то есть мы сначала устанавливаем взаимную аутентификацию и вырабатываем общий симметричный ключ. Проблема здесь, наверное, в самом факте такого интерактивного взаимодействия, потому что, ну, как, не знаю, крайний случай, рассмотрим те самые LPWAN-устройства, которые, в принципе, просыпаются один раз, чтобы передать несколько байтов, они не в состоянии поддерживать сессию. Это для них слишком накладно. То есть установить сессию и дальше поддержать ее, чтобы передать данные. То есть вот от этого бы хотелось уйти. В данном случае концепция, скажем, CMS, она лучше ложится. То есть мы сформировали одно сообщение, передали его, все, больше ни о чем не думаем. Вот, наверное, в первую очередь в этом, чтобы не устанавливать соединения. То есть речь идет о том, что он принципиально не годен тем, что он интерактивный. Да, как минимум поэтому. И вы рассматриваете кейсы, которые позволят вот один раз на заводе залить все, включая весь ключевой материал на будущее, и дальше использовать практически в режиме односторонней связи. Нет, не обязательно односторонней. Ну, то есть, конечно, в идеале бы хотелось не односторонней, потому что, ну, если у нас есть односторонняя связь, то действительно вообще не очень понятно, зачем там нам PKI, потому что, ну, как бы залили один раз ключик и все. Ну, а если не односторонняя, то у нас появляется интерактивность. Не обязательно интерактивность. То есть что имеется в виду? Вот устройство в какой-то момент ненадолго взаимодействует друг к другу. Кто-то что-то кому-то отдал, сместился. У него теперь взаимодействие с другим. То есть вот здесь в плане ключевой системы это ближе к инфраструктуре открытых ключей по топологии взаимодействия. То есть много участников, у них какие-то случайные связи, ну, или, по крайней мере, множественные. А вот в этом смысле телематрия проще, когда мы собираем с кого-то известно, то, мне кажется, там проще симметрию использовать. А вот именно такое множественное взаимодействие с изменяемой топологией, это вот ближе к идеологии, к PKI. Но иногда это просто у нас может не быть времени. Это раз, и мощности два, чтобы поддержать именно установление соединения, а потом его разорвать. Ну, так там можно тайм-ауты сделать настолько, насколько угодно, большими. Коллеги, ну, очень много, да, у нас таких технических вопросов возникает, они совершенно закономерны, потому что сама тема интернет-вещей, она исходно техническая. Мы все привыкли, там, документы оборотов всякие обсуждают, такие понятные, большей части людей, живущих в материи. А здесь такая штука странная, вроде у всех есть холодильники, телевизоры, они все нашпигованы всякими чипами, и очень мало людей реально понимает, как все это устроено и работает. Поэтому совершенно закономерные вопросы. Но, коллеги, так как временно у нас уже подходит к концу нашего круглого стола, последний мой вопрос в зал, есть ли еще вопросы у зала, собственно, нам, да, или экспертам в зале вопросов нету. Спасибо. Я думаю, что в любом случае для вас та информация, которую вы сегодня услышали, была полезна. Я хотел бы своим коллегам дать буквально по минуте времени, чтобы они сформулировали какую-то центральную мыльцу для себя, для своих компаний сейчас, по теме PKI в интернете вещей. Спасибо. Коллеги, что мы, как разработчик в первую очередь программных средств, считаем здесь не менее важным, чем разработка и усовершенствование российской элементной базы, аппаратной части, перенос того, что можно перенести в трансзону, действительно, это не игнорировать существующее реальное положение вещей, и то, что кроме KII, важнейшей области, но все-таки далеко не единственной, есть огромная область, где вряд ли можно всерьез говорить про НБ, но зато можно очень всерьез говорить про случайно внесенные уязвимости, ошибки, сбои и так далее. И вот не игнорировать эти моменты, не игнорировать то, что не по злому умыслу могут быть довольно серьезные проблемы с безопасностью совершены, если мы будем забывать про то, что многие проблемы можно, если не ликвидировать, то, по крайней мере, стараться нивелировать протокольным образом, программным образом за счет более интересных и специфичных или конкретного предложения схем и не забывать их обсуждать, развивать, а когда они становятся достаточно нужными большому количеству разработчиков и интеграторов решений, стандартизировать, обосновывать и, собственно, обсуждать на таких круглых столах для того, чтобы все, в том числе наша компания, лучше понимали, какие реальные проблемы возникают при их использовании, чтобы, собственно, эти решения становились более и более уместными для точечного закрытия тех или иных уязвимостей. Спасибо. Но, собственно, еще раз хотел вернуться к тому, что я рассказывал, не упрощать проблему, потому что, еще раз, все, что связано с УИТ, это огромные последствия от успешной атаки, трубопровод, какие-то аварии катаклизмы и так далее. Поэтому очень нужно внимательно относиться вот ко всему стэку технологий, вот, собственно, то, что, так сказать, попытался сегодня вот за эти 15 минут рассказать, не упрощать. И, собственно, вопрос, опять же, применимости PKI как идеологии, как технологии, как наработок для темы УИТ и М2М, да, это переносимо, железо, микросхема становится все мощнее и мощнее. Там, да, вы сказали, что как бы для счетчиков там не нужна такая мощность, но опять смотрим на цену, да, то есть, опять же, то, что сделал Миландер, например, да, то есть, ну, они сопоставимы по ценам просто, вот, еще раз, там, PKI, сертификаты, вот эти подходы, они все приземляются, то есть микросхемы становятся мощнее, все это приземляется, так сказать, может быть приземлено на тему PKI, поэтому, как бы, это такое хорошее будущее, да, большие возможности для нас всех. Спасибо. Ну, я хотел бы пожелать нам всем больше хороших микроконтроллеров, потому что для УИТ хороший микроконтроллер, это безумно важно. Я хочу, чтобы российские разработчики микроконтроллеров научились делать больше, качественнее, с большим уровнем защищенности, потому что мы уже много-много лет там делаем разные проекты и на российских чипах, и на западных чипах. В принципе, уровень защищенности российских чипов растет, но, если говорить так, положа рука на сердце, те компании, которые делают там миллиардами устройства, они по вопросам защищенности и специалисты, которые этим занимаются, у них в силу просто размера бизнеса выше. Ну, слава богу, как бы мы все становимся более интегрированы в общий мир, и квалификация тех людей, которые делают там большие проекты, вот это размещение волшебное, которое нам многим помогает там дальше жить, оно поможет нам сделать решение по уйти еще как бы правильнее, мощнее. Я считаю, что PKI в уйти будет жить. Скорее всего, это будет какой-то PKI, в большинстве случаев, одноуровневым, с одним центром доверия, потому что асимметричная криптография, она позволяет делать одну замечательную вещь. В принципе, у вас нету как бы точки сотреточения всех секретов. Поэтому, чем более безопасной системы будем делать, чем более быстрые и, самое главное, доступные по цене устройства выйти будут в нашем народном хозяйстве, тем как бы лучше будет людям и нам как разработчикам, потому что рынок будет расширяться. Потому что если не будет хороших по цене устройств, просто не станут их использовать. Спасибо, Дмитрий. Ну, я, наверное, подытожу все мысли, произнесенные на этом круглом столе, их было очень много, они были разнонаправленные. Но, что очень важно, во-первых, хочется всем нам, разработчикам, пожелать все-таки за деревьями постоянно видеть лес. И так как область интернет-вещей, индустриальный интернет-вещей, МТОМ, она очень специфична, там работают достаточно высококлассные специалисты, но они совершенно не хотят заморачиваться нашими вопросами криптографии и PKI в целом. И наша задача это все-таки не грузить их тонны всевозможных узкоспециализированных вопросов, а предоставлять какие-то готовые платформенные решения и, собственно, ограждать их от вот этой нашей всей специфики. Там много вопросов корректности встраивания, эксплуатации, исказы и так далее. Это такое пожелание нам самим, что можно уйти с головой в какую-то тему узкоспециализированную, но задача все-таки суметь предложить рынку готовое итоговое решение. И, конечно, коллеги, я думаю, что очень много вопросов осталось нераскрытых. Я уже упоминал, что нормативки по части применения криптографии именно в интернет-вещей специализированной нет от слова совсем. Очень много открытых вопросов, попытка решить которые за счет текущих существующих документов того же ФСБ, но она обычно упирается в стену, очень сложно, и пока что не всегда исходно приходит заказчик, говорят, хотим, но когда узнают о текущих требованиях, текущих подходах, говорят, ой, да ну вас, спасибо, не надо, мы как-нибудь обойдемся пока. Ну, будем надеяться, что наше профессиональное сообщество может здесь выработать не только технически грамотные решения, но и подсказать нашим регуляторам, куда двигать нормативную базу, помочь им ее сформулировать. Коллеги, на этом все, спасибо всем большое.